Путь к храму Нижний предел храма Сто машин цемента нужно было залить нижнее основание храма То есть они с 5 утра, вот эти машины ехали бесконечно То есть через каждые 15 минут приезжали машины И вот нужно было заливать И они вот все грязные в брюках, в этих сапогах резиновых Они с 5 утра и до 12 ночи, даже больше, почти до 2 ночи Они заливали вот эту нижнюю часть храма И он начал расти, расти, расти Инициаторами строительства еще 10 лет назад выступили жители поселка Рублево, коллективы предприятий и военные Храм будет возведен в честь иконы Божией Матери, неувидаемый цвет На иконе Пресвятая Богородица изображена держащей своего божественного сына на правой руке А в левой руке у нее цветок белой лилии Он символически знаменует неувидаемый цвет девства и непорочности Пречистой Девы Икона Невидаемый цвет, история ее происхождения такова На святой горе Афон монахи молятся Божией Матери И решили изобразить образ святами У нас на Руси он изображается все-таки с лилией Потому что на Руси принято считать, что лилия тоже символ чистоты девства Пресвятой Девы Богородицы И образ очень почитался Торжественный молебен и закладка православного храма в честь иконы Божией Матери, неувидаемый цвет Состоялась по благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Алексея II Настоятелем строящегося храма назначен священник Михаил Григорьев Само место возведения храма выбрано как по божественному промыслу Сначала определили место в парке, в центре поселка Но дело застопорилось и только спустя несколько лет выделили участок земли на высоком берегу Москва-реки На самом видном месте, где и положено быть храм Строительство храма это дело особое И здесь Господь и Матерь Божия выбирают себе место Чтобы на этом месте строился святой храм Пока только поклонный крест и лавочка церковных товаров говорит о том, что здесь открыт православный храм Храм, посвященный иконе Божией Матери, неувидаемый цвет Вот эти вот все иконы, это я собирала из года в год Это привозил Почаевский монастырь в иконную лавку в Троице Лыково А я их скупала И вот привезла и развесились, и сразу получился храм Это такое счастье, это были просто слезы радости Молились у камня, потом камень перенесли Погода, непогода, вымаливали Были такие старушки, слезы умоляли по монастырям Больше 20 монастырей посетили И видимо, нас услышал Господь Бог И так стал помогать Вымолили батюшку нашего золотого, которого мы очень любим Благословляет, и все дела у нас как бы свершаются Здесь светятся иконы, здесь горят свечи и поет мужской хор, сопровождая молебен Этого события жители поселка Рублева ждали очень долго Поселок расположен таким образом, что до ближайшего храма можно было доехать только на транспорте А ведь шаговая доступность до храма, особенно для пожилых прихожан, очень существенна Я сама родилась в Рублеве И всю жизнь прожила в Рублеве И мне приходилось очень далеко ездить в храм И когда я узнала, что у нас есть храм И можно до него дойти пешком Мы так благодарны Господи, так благодарим Господа Бога За то, что Он нам дал такую возможность Такой благодати я за всю жизнь не ощущала, как ощутила в этом нашем храме И батюшка у нас хороший, Михаил, добрый, хороший, отзывчивый Все он нам скажет, все расскажет, все объяснит Возведение храма стало значительным событием И для поселка, и для людей, которые занимаются его строительством Каждый этап строительства здесь проводится с огромной радостью Храм строят буквально всем миром На средства спонсоров и прихожан А кто не может помочь материально, приходит на стройплощадку И бесплатно трудится разнорабочим Для настоятеля храма это тоже особенное событие Не каждому дано участвовать в возведении церкви Очень интересно, когда храм Божий, община приходская Все начинает развиваться и практически с нуля И проходит время, уже видишь, что вот что-то начало строиться И община умножаться, это очень, знаете, радостно видеть Что Господь, Матерь Божия помогает нам в этих трудах Раньше на этом месте были яблоневые и вишневые сады И так сложилось, что название храма тоже имеет отношение к цветам Сегодня построен только нижний предел храма, но он уже освящен И в нем разрешена служба, которая привлечет новых прихожан А вместе с ними и материальные средства Что так нужно сегодня для строительства стен и возведения куполов Дмитрий Сафонов, Павел Коротков, Екатерина Полукарова, Виталий Шакуров Специально для Global Inform TV Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова